шалом дорогие друзья здравствуйте рада всех видеть шалом шалом меня зовут хана кейла с кем мы не знакомы и мы с вами сегодня продолжаем изучение книги battle plans до которая у нас есть на английском языке и мы с вами изучаем на русском и там мы рассматриваем разные стратегии как можно направлять себя в правильное направление тогда как в то иногда нам хочется направить себя в неправильное дам в общем друзьям урок обещает быть насыщенным мы с вами учим что-то из учения раби нахманом я не знаю насколько сильно это развита россия украина в америке в израиле сейчас бресловский хасидут набирает очень очень большие обороты очень популярное направление ось очень много молодежи привлекает учения раби нахмана ежегодно больше и больше людей к себе привлекает есть есть определенная глубина есть определенная красота и безусловно в иудаизме нет такого что вы относитесь там не за хабаду больше ничего не должны изучать или вы относитесь там к литовскому направлению и больше ничего не должны изучать это все абсолютно мудрецы еврейского народа они не принадлежат какому то направлению любави ческий рэбэ до или альт involving не принадлежат хабаду раби нахман не принадлежит бресловскому хасидут у виль на гаон не принадлежит литовскому направлению до или там рав деслер это относится это мудрец и еврейского народа и мы учимся у всех ищем того человека, чья мудрость как бы откликается у нас в душе, и пытаемся нащупать ту ниточку, через которую мы можем увидеть красоту Всевышнего, красоту этого мира, красоту самих себя и окружающих нас людей. Тоф, не ограничиваем себя, а наоборот пытаемся изучить и найти что-то, что говорит нашей душе на понятном языке. Хорошо, прежде чем мы начнем непосредственно урок, как обычно теперь уже, друзья, я говорю браху на изучение Торы, для того, чтобы превратить наш урок в исполнение митцвы с брахой, да, а не просто вы смотрите на меня, я смотрю на вас, мы друг друга красиво улыбаемся, какие-то слова говорим, да, мы здесь в этом мире для того, чтобы делать, исполнять заповеди, и, друзья, просто после того, как я сейчас скажу абзац, вы в конце говорите «Амэн» вслух, всё, и дальше мы начинаем, договорились? Хорошо, значит, «Баруха та Адонай элогейну малаха улам ашер бахарбану миколь хаамим ванатан лануэ таратау, баруха та Адонай нутен ха Тора». Вы говорите «Амэн». Вот. И теперь мы с вами поговорим про… Стратегия номер 36 – это то, что учит Раби Нахман, что нужно знать Тору для того, чтобы какая ситуация с нами не произошла, не приключилась, мы знали, как себя в этой ситуации повести. Мы разжуем эту тему сегодня очень-очень конкретно, и вы увидите, что, как и все уроки Раби Ценцефоры Хейлер, этот тоже очень прикладной. Вы сказали, молодцы. Так, друзья, все, кто начинает требовать мою улыбку, вы её и так всё время наблюдаете, можно дополнительно не просить ничего, вот, потому что вам грех жаловаться, я очень улыбчивый человек. Вот так вот. Начнём с того, что мы с вами рассмотрели стратегию номер 34 и стратегию номер 35, которые являются шагом 1 и шагом 2 к некоторому комплексу, который, говорит Раби Нахман, нужно делать для того, чтобы побеждать темноту. Только на что сейчас будет поправка? Согласно Хаседуту, темноту, по сути, нельзя победить. Её можно что сделать? Её можно отодвинуть. Её можно напугать, чтобы она ушла, сдвинуть. Как это выглядит, как это делается? Очень простой пример. Знаете, вот иногда вокруг дома ставят такие автоматические лампочки, которые, когда, не знаю, вор подходит или какой-нибудь человек подходит, лампочки зажигаются автоматически, получается иллюминация, то есть свет озаряет в тьму. Всё, и вор пугается и уходит. Примерно этот же механизм нам нужно применить, когда мы хотим отогнать тьму от себя, победить её лоб в лоб, ну, якова вину мог только, не знаю, драться с ангелом. Не всех есть такие духовные силы. Хорошо, наша задача вот в рамках того учения, по крайней мере, которое мы разбираем сейчас, это один из взглядов, это уметь отодвинуть от себя дальше то, что может нас взять неправильное направление. И в уроке 34, и в уроке 35 мы выучили о том, что пункт первый — нужно уметь замечать и видеть волю и мудрость Всевышнего в тех ситуациях, которые с нами происходят. И это очень тяжело. И вот у меня прямо, вот прямо я вам рассказываю, и в голове у меня крутятся прямо вот все ситуации, которые сейчас со мной происходят, и я вроде бы всё знаю, и всё, вот это я всё уже выучила, и всё уже вроде бы так понятно, и даже так выучила, как это профессор пока объяснял, аж сам понял. Уже я столько раз это проговорила сама. Но когда приходит ситуация, настолько легко обвинить окружающих, обвинить какие-то ещё обстоятельства, ситуации, и настолько тяжело выставить себя на рельсы того, что это всё в любом случае, то, что Всевышний хочет, что бы сейчас происходило, поэтому оно происходит. Он не хотел бы, оно бы не происходило. Для чего, почему, не в моего ума дело. Значит, если это должно происходить со мной, моя задача себя показать на лучшей стороне. Но, конечно, в момент самой ситуации очень сложно переключиться, но для этого, наверное, есть эти уроки, и так подробно нам мудрецы разжёвывают, чтобы мы не тушевались, а может быть там какая-то искра проскочит, как это, и мы вспомним о том, что на самом деле нужно, пункт первый, видеть и замечать волю и мудрость Всевышнего в конкретной ситуации, с которой мы столкнулись. Пункт второй — это подчинение своей воле, его, то есть подчинение его суверенитету, то есть на это есть твоя воля, допустим, некоторые могут думать, но я сделаю по-своему, я сделаю так, как я считаю нужным. Это не всегда может взять человека в хорошую сторону. Вот подчинение согласно Раби Нахману состоит в том, что мы должны отреагировать ситуацию согласно тому, как Всевышний хочет, чтобы мы на неё отреагировали, а не так, как мы сами думаем или мы сами хотим на неё отреагировать. Так вот, для того, чтобы мы знали, а как он хочет, как хотим мы, мы знаем, куда нас как это драйвы толкают, так мы и хотим. Хотим разозлиться, хотим накричать, хотим обидеться, хотим всем на зло что-то сделать, хотим пожаловаться, лошонара кому-нибудь насыпать, правильно? Но если мы хотим делать не свою волю, а его, по крайней мере, мы должны знать и понимать, о чём идёт речь, а что такое его воля, а в чём она состоит, в чём она заключается. Приводится пример. Который приводит Рэба Ценцепора Хеллер про саму себя. Это интересный пример. Она говорит, что как-то раз она купила в Иерусалиме коляску детскую и притащила её домой. И вытащила из коробки и увидела, что коляска бракованная и колёса смещены. Значит, и на эту коляску была гарантия. И поэтому Рэба Ценцепора Хеллер на следующий день тащит коляску обратно в магазин. Это, наверное, была её, ну как, молодость, юность ещё, да, дети маленькие, раз нужна коляска. В общем, несёт её обратно в магазин, где хозяин магазина или продавец говорит ей, что он готов поменять колесо, но коляску менять не будет. Она ему говорит, уважаемый, но замена колеса ничем не поможет, потому что рама неправильно там собрана, составлена, бракованная. Вы поменяете колесо, но будет всё равно перекос. Давайте мне новую коляску. Он говорит, нет. Она говорит, да коляска на гарантии. На гарантии. Я права в этой ситуации, а вы не правы. Давайте мне обратно деньги тогда, если вы не можете поменять коляску. Он говорит, я тебе не дам ни деньги, на гарантию мне на чихать и наплевать. Короче говоря, либо колесо, либо дуй домой. И тогда Роботсенхеллер ему говорит, молодая Роботсенхеллер ему говорит, тогда я стану возле вашего магазина и буду всем рассказывать, что вы нечестно ведёте бизнес и нечестно со мной обходитесь. И вот я купила коляску, она бракованная, вы не хотите мне возвращать деньги и не хотите менять коляску, я буду отпугивать теперь всех ваших, господи, это не пассажиров, а как это, покупателей, буду отпугивать всех ваших покупателей, чтобы они к вам в магазин не заходили. И она говорит, что вот я отпугнула одного и стояла возле магазина прямо на входе и говорила, не идите сюда, тут нечестно бизнес ведут. И отпугнула второго, и отпугнула третьего. И после третьего вышел хозяин этого магазина или там продавец и отдал ей деньги, она, не знаю, вернула коляску, короче говоря, ушла домой довольная собой. Пришла домой и говорит, и рассказывает своему мужу, который Раф, она же Рэба Ценхеллер, значит, её муж Равин, рассказывает мужу, как она очень стойко сегодня преодолела сопротивление продавца, встала возле магазина, в общем, пересказала всю историю, на что муж ей сказал, ну и она была очень довольна собой. Муж ей на это сообщил, что поступила она неправильно. И не просто неправильно поступила, а вообще нарушила Аллаху, то есть нарушила еврейский закон. И что по правилу она должна была бы передать это дело в Бэйдин, то есть на суд, еврейский суд. А она что сделала? Она устроила сама суд, и поэтому нарушила несколько заповедей из Торы одним своим действием. То есть она опозорила человека публично, что запрещено строго-настрого делать по Торе. Это раз. Два. Она явилась причиной финансовых потерь у другого человека, что запрещено в Торе быть причиной финансовых потерь для кого-то. Это два. И, короче говоря, нарушила целую пачку законов. Вот просто тем, что она решила на свое усмотрение разрулить эту ситуацию, не позвонила ему, не спросила, как правильно обойтись, не позвонила кому-то другому, кто разбирается в еврейском законе, а... или вообще не подумала про еврейский закон. Она просто решила сделать импульсивно так, как считала нужным. Короче говоря, он сказал, что это тема Бэйдина, и получилось, что она, конечно, сделала, как ей больше кажется и как ей, может быть, было приятней в данный момент, потому что, ну, конечно, такой триумф, такая победа после трех отогнанных покупателей деньги вернулись в семейный бюджет. Вот. Ну, короче говоря, на самом деле она выиграла, она не выиграла, а проиграла в этой борьбе, проиграла, конечно, не продавцу, проиграла ЕЦРРА, проиграла сама себе. Свет проиграл темноте, да, и использовал эту ситуацию, и, в общем, вот так. Поэтому Робинахман говорит, что вы никогда без Торы, без того, чтобы серьезно изучать Тору, не сможете победить ЕЦРРА, потому что вы просто не будете знать, как. Вы не будете знать, в какой ситуации, где начинаются и заканчиваются ваши полномочия. Что вы можете делать, что вы не можете делать, что будет корректным и правильным. Вы можете думать, что вы вершите правосудие, а на самом деле вы закапываете себя, нарушая какие-то заповеди или делая самостоятельно ошибки. Всё сводится к тому, что нам нужно знать и понимать, чего на самом деле хочет Всевышний, и в этом суть изучения Аллахи, суть изучения еврейского закона. Есть такое понятие в иудаизме «ашкафа», да, то есть это мировоззрение, вот это то, что я вам сейчас рассказываю. «Ашкафа» — это для того, чтобы у вас была возможность смотреть как бы на ситуации, на мир через еврейские линзы, через еврейские глаза и иметь так называемую «аиды шекопф», да, то есть еврейскую голову. Я пытаюсь, да, там прикрутить, и… А мне до этого её попытались прикрутить равы там другие. Вот, но есть более… не то, что более практичное, но есть наравне с «ашкафой» есть Аллаха, есть конкретные законы, которые вы не можете всегда поступать на своё усмотрение. Да, вы должны представлять себе общую канву ход мыслей, да, потому что вот происходит ситуация, вы не всегда можете позвонить раввину, у вас нет книги по Аллахе, кицур шульхана рух, ну, кицур сокращённая, у вас шульхана рух нету с собой, да, то есть книги законов, и вам нужно принимать решение, для этого нужна «шкафа», но во всех других случаях вам нужна Аллаха, то есть конкретный, конкретный, знать конкретный закон или иметь у себя в телефоне, контактик, как это, лучше несколько, кому вы звоните в случае, если вы не знаете, как поступать правильно, два-три раввина, пожалуйста, друзья, которые аккредитованы, что они разбираются в Аллахе, это не вы решили, а кто-то решил и постановил, и теперь вы можете им звонить. Дальше. Очень часто это касается, причём Аллаха, даже она, почему-то вот мужчина, мне кажется, у них как-то лучше с подчинением, что ли, каким-то законом. Женщина всегда считает, ну, что она лучше знает, и что, конечно, её бина не подведёт, и сейчас она лучше разберётся, как, в какой ситуации нужно поступить. И пишет Роботсенхеллер, что женщины особенно не являются экспертами в области Аллахи, потому что просто меньше её учат. И поэтому они должны постоянно приучать себя спрашивать у раввинов Шейлот вопросы, а не угадывать ответы и не давать победу Яцерара. Мы очень много, женщины с вами, любим догадаться, отгадать, и вот нам интуиция, интуиция, мы же доверяем своей интуиции, она нам подсказывает, как надо делать, подсказала вот Роботсенхеллер интуиция, что надо возле магазина стать, а по еврейскому закону оказывается не надо было там становиться. И очень много таких вот решений для того, чтобы мы приучили себя как-то адекватно, правильно реагировать и делать не то, что мы хотим, а то, что хочет Всевышний, нам нужно изучать постоянно, что он хочет, то есть изучать Аллаху. Хорошо, что это был пример, который приводит Роботсенхеллер про свою подругу, как это не на уроках Торы будет сказано, но если кто-то из вас когда-то смотрел сериал «Секс и город», там главные героини такие, чики-чики с Манхэттена такие вот, и да, среди там американского еврейства таких тоже очень много, это абсолютно не говорит о том, что они не могут быть духовно как-то очень, да, ну просто типаж, она описывает некоторый типаж такой манхэттенской штучки своей подружки, которой муж решил на день рождения сделать подарок, друзья, и он анонсировал ей этот подарок, говорит, «Дорогая, милая моя, в твой день рождения я сделал тебе наилучший вообще подарок за всё время нашей совместной жизни, я тебе подарю лучшее из того, что я когда-либо тебе покупал». Ну и что думает она, да, эта штучка манхэттенская, ну какие-то, не знаю, бриллианты, какие-то там украшения очень дорогие, я не знаю, что она себе представляет, машину какую-то там очень фельдеперсовую, какое-то платье очень дизайнерское, там очень красивое, в общем, себе представляет, да, там какие-то, какие-то вещи, и он ей говорит, продолжая, говорит, «Милая, я купил тебе дом», и она такая, «Вау, дорогой, спасибо большое, как мило, а где, где этот дом? Во Флориде?» И он такой с гордостью так говорит, «Нет, дорогая, не во Флориде, а в Ицхаре». И тут у неё вытягивается лицо, она говорит, «А где это?» Она говорит, «Ну как же, Ицхар?» А Ицхар, друзья, это такое отдалённое поселение в Шамроне, которое окружено арабскими деревьями, деревьями, деревнями, вот такое именно трушное, настоящее такое поселение реальное. И там он купил дом. И очевидно, в общем, в этой ситуации, подружка высадилась, конечно, в осадок, потому что это была, конечно, мечта, но не её, это была мечта её мужа. Он подарил ей подарок, самый дорогой для него самого, то есть, по его мнению, но абсолютно не по мнению своей жены. То же самое относится к нашим отношениям со Всевышним. Если мы плохо разбираемся в Торе, то есть, мы плохо понимаем, что ему надо, мы будем делать подарки или совершать для него какие-то подвиги, которые на самом деле им никак по достоинству оценены не будут, потому что это лишь наше личное представление о прекрасном, как у этого мужа, да, этой манхэттенской штучке. Он подарил ей прекрасный, отличный подарок, самый действительно дорогой и вообще в жизни, только дорогой для кого? Дорогой для него. Вот, а она вообще в другом находилась в измерении. Ей дом в Эцхаре, я могу только представить её там среди арабских деревень. Вот, ну хорошо. Значит, теперь Робо Ценхеллер объясняет, как можно разобрать ситуацию с коляской, если бы она на тот момент знала уже все эти три закона, по которому Роби Нахман говорит, нужно следовать для того, чтобы отодвигать от себя тьму, для того, чтобы побеждать её с помощью того, что ты её двигаешь от себя. Значит, пункт первый, да, все помнят историю с коляской. Ну, пункт первый, увидеть волю и мудрость всевышнего в неисправной коляске. То есть, вместо того, чтобы раздражаться из-за того, что она потратила время там на то, чтобы припереть и силы, припереть коляску с одного конца там города в другой, потом отпереть её обратно, рассердиться на компанию производителя колясок, что там все криворукие сделали неправильно, рассердиться на продавца магазина или там что он неправ вообще 300 раз был в этой ситуации. Вообще на всех, обозлиться абсолютно вообще на всех, 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 всех. Вместо этого, если человек бы увидел волю и мудрость всевышнего, то есть, вспомнил, что эта ситуация продиктована ним самим, человек бы остался спокойным. Окей, ты даёшь мне ситуацию, сейчас это исходит, то есть, другими словами, это исходит от всевышнего. Всевышний хочет, чтобы сейчас я разбиралась с коляской неисправной, значит, я сегодня буду с ней разбираться. Вот и всё. Пункт второй. Мы с вами изучали на прошлом уроке по военным стратегиям про кнопку Малхут, вместо кнопки отказа, если вы помните. Кнопка Малхут это обозначает, что я принимаю суверенитет всевышнего, я принимаю то, что его воля стоит над моей волей, и я не пытаюсь его подчинить себе, а пытаюсь, работаю в этой жизни над тем, чтобы учиться себя подчинять ему. То есть Рэббетсенхеллер пишет, я бы отпустила свою идею провести вечер, занимаясь чем-то другим. Да, допустим, она не хотела ехать и возвращать эту коляску в этот вечер, она хотела потратить его на что-то другое, она хотела, не знаю, суши научиться делать наконец-то, хотела там с мужем, не знаю, в шашечки поиграть, там, что-то поделать хотела. А тут, значит, Всевышний говорит, нет, надо ехать коляску менять, потому что вот такие вот условия я тебе поставил. И, конечно, Робин Ахман говорит, что это про принятие идеи, что мои планы на вечер одни, у Всевышнего планы на меня на этот вечер другие, и нужно себе напомнить о том, что всё должно быть подчинено плану Всевышнего. И это настолько должно быть нам понятно и логично и органично с нами, как если, ну вот мы когда, не знаю, в конце дня ложимся спать, мы же воспринимаем, мы же ложимся спать без ярости, без какого-то негодования, возмущения, почему. Мы знаем, что это часть нашей работы в этом мире. Мы должны периодически спать для того, чтобы мы могли продолжать делать то, что мы делаем. Так вот, когда нам даются какие-то ситуации, это должно нами восприниматься как сон, как еда, как часть, настолько органично должно вписываться в нашу жизнь, что окей, это то, что я должен делать для того, чтобы, я должен пройти этот этап, для того, чтобы идти дальше. Я должен сейчас лечь спать без лишних эмоций, без чего-то. Я должен пройти эту ситуацию, потому что я должен её пройти без лишних эмоций. Значит, мои планы на вечер поменяются, в зависимости, вот так вот, вот так вот они складываются. И третий вопрос, который мы должны себе задать, что хочет Всевышний от меня в этот момент? Я, друзья, себе этот вопрос задаю, вот, например, я нахожусь внутри какой-то ситуации, допустим, какое-то время уже, и регулярно задаю себе вопрос, что Всевышний от меня хочет, что ты хочешь от меня, думаю я. Вот, и думать нужно в направлении того, не просто, что ты хочешь, что ты хочешь, как это вошёл в цикл и не вышел, а со вспоминанием соответствующих законов Аллахи, то есть конкретных, конкретных законов, что по Торе нужно делать в данной ситуации. И если вы не знаете и спросить у вас нечего, говорит Рабин Ахман, нужно просто идти и учить Тору что-нибудь, просто её учить, пока вы не выясните, что от вас хочет Всевышний в этой ситуации. То есть это тренинг на какое правило Аллахи, на какой закон Аллахи вы сейчас проходите тренинг. И это нужно узнавать у Равинов, у тех, кто знает. Вот может быть очень часто для людей уроки, которые вы слушаете, вы как бы не случайно один урок пропустили, а на другой попали. Возможно, вам именно сейчас будут рассказывать с помощью других людей, которые выступают шалихами, например, как я. очень часто рассказываю вообще не то, что собиралась, я не знаю, почему я это рассказываю, потому выясняется, что конкретно одному или двум человекам это ответило чётко на тот вопрос, который у них был. Вот был у вас такой запрос, друзья, в космос, не знаю, ко Всевышнему был такой запрос, он решила, вот, кстати, у Ханы Кейлы сейчас урок, сейчас она это всем и расскажет. Вот так вот это иногда работает. Вот, в общем, пока вы не найдёте ответ на вопрос, почему, что от вас хочет Всевышний, лучше не двигаться, лучше не принимать самостоятельного решения, не решать самостоятельно на ваше усмотрение, личное, да, не принимать решение на своё личное усмотрение. Приводится пример из про Рава Розенберга. Кто знает, кто это? Рав Розенберг, он был основателем, знаете, такой кашрут ОУЮ, Orthodox Union. Вы можете его видеть на иностранных товарах очень часто, на американских товарах. Это такая, как кружочек, а внутри буква Ю английская. Orthodox Union, да, это кашрут. определенный. И как-то раз Рав Берлвейн рассказывает, что он сидел в кабинете вот с Равом Шелома Розенбергом, и они общались, общались. И в этот момент к нему в кабинет забегает какой-то мужчина и говорит, такой обезумевший совершенно, врывается в офис и говорит, что на следующий день у него открывается продовольственный бизнес, и ему просто, необходимо очень срочно, прямо сейчас, иметь кашрут Orthodox Union, да, иметь этот экшер. Значит, Рав Розенберг ему говорит, что на это обычно уходит три месяца, на получение такого экшера, на что этот мужчина говорит, что ждать он так долго не может. и он говорит Раву, Рав, вы же меня знаете, если вы дадите мне экшер, к завтрашнему дню я дам вам 5% своего бизнеса. Рав Розенберг молчит. Мужчина продолжает, хорошо, я дам вам 7% своего бизнеса, 7% вас устроит, а Рав Розенберг молчит, сидит тихо, ничего не говорит, тишина вообще в кабинете. Мужчина продолжает, друзья, все, предложение только сегодня, я даю 10% своего бизнеса, я больше не могу, и это последнее мое слово, 10% бизнеса, мне нужен экшер к завтрашнему дню. Вот, дальше стоит ли, ну, короче, Рав Розенберг, как это, хранил, хранил молчание, и потом задал один простой вопрос, очень тихо вслух, чтобы Ашем, чтобы Всевышний подумал об этом разговоре. Что Всевышний подумает, думает об этом разговоре? Думает об этой ситуации, думает, ну, вообще, что он думает об этом всем? Естественно, мужчина этот экшер не получил, в принципе, я не знаю, никогда ли, может, через 3 месяца, но явно не сразу. И говорит Рэба Цинхейлер, что этот вопрос, что Всевышний подумает об этой беседе? Что Всевышний подумает о тех словах, которые я сейчас собираюсь произнести? Да, когда вы с кем-то спорите, ругаетесь, когда вы с кем-то выясняете отношения, когда вы вычитываете своего ребенка, когда вы вычитываете своего мужа, когда вы хамите, грубите, или просто неуважительно с кем-то разговариваете, когда вы на работе доминируете словесно над кем-то, потому что у вас язык лучше подвешен, или потому что вам, вы по должности себе можете это позволить. Задайте себе вопрос, что Всевышний думает о том, что я сейчас говорю, или что я собираюсь произнести? Что Всевышний думает о тех действиях, которые я собираюсь предпринять? Да, если я собираюсь пойти на сделку, он мне дает 10% бизнеса. Ого, так за что? Как это? За 5 минут я могу заработать 10% чужого бизнеса, он его будет развивать, я просто ему экшер дал. Да, но что Всевышний на это подумает? Да, и сразу эта идея, она как как ну как ну как как пепел, все, она как сгорела, и ты развел, и нет, нет ее почему-то, это не, потому что это не истина, потому что это это фальшь, да, это игра. Как эту фальшь от себя отодвигать? Робин Ахман говорит, что изучение Торы, изучение Торы это рецепт, друзья, для всех, для каждого и от всех бед. Подразумевается, что вы откройте сэфер, то есть книгу, да, и начнете учиться любую, любую, не знаю, любую святую книгу, это может быть сама Тора, это могут быть, не знаю, там писания, другие, это могут быть биографии Цадиким или каких-то великих людей, что-то, все, что мы начинаем, книга Мусар, книга Палахия, да, недельная глава Торы, что-нибудь, все, что считается литературой Торы, просто сесть и это изучать, и тогда это действие ваше будет работать как датчик света возле дома, когда вы ставите прожекторы, они загораются и они просто отпугивают тьму, и точно так же Яцерара будет убегать от света, зажженного вашим изучением Торы, вот так это работает, это был такой урок по брисловскому хасидизму, друзья, немножечко через призму Робинахмана, вот, я надеюсь, было понятно, понятны примеры, и надеюсь, что это будет полезно и применимо, и вы будете знать, что каждый раз, когда хочется очень пойти на сделку с собой, пойти на какие-то еще такие вещи, друзья, идите, поучите какой-нибудь кусочек Торы, подумайте, что Всевышний думает относительно этой ситуации, обычно все станет, не что вы думаете, а что он думает, и тогда все органично начнет становиться на свои места. Всем хорошего, хорошего вечера и до новых встреч, пока!